Я не уверена в том, что они освободят. Понимаете, человек, который голодает 100 дней, он, в общем, находится в зоне риска, медицинского риска. В свое время Анатолий Марченко голодал, по-моему, больше 100 дней, 103 дня. И после того, как его освободили, через 3 дня он умер, потому что человеческий организм имеет свои пределы. Такое ощущение, что он торгуется, может быть, ждет какую-то самую притягательную цену для этого обмена. Ждет кто что предложит. И новое объяснение, помимо еще и личных обид, найти невозможно. Оскорбленные чувства, практически по нашим правовым статьям. И этот срок 20 лет, ну, к ней не страшен. Потому что я знаю, что эпоха правления кровавого карлика в большинстве не закончится раньше. Я думаю, тут принципиально слово «карлик». Кровавость ему, наоборот, вестит. К этому стремится к образу антигероя и злодея. Но, что обидно в этой ситуации, это конформизм и такая пассивность европейских лидеров. Вот если бы действительно ввели жесткие санкции по списку Сенцова, по аналогии со списком Агницкого или списком Сашинка, это могло бы играть какую-то роль. Но, к счастью, есть еще какой-то люфт временной для борьбы. Учитывая, что Олег принимает пытательную смесь, еще на какое-то время его должно хватить. И мне как раз импонирует ему непреклонность и то, что он не сдается. Вот, может быть, со мной не все согласятся. Многие считают, что надо уговорить его сдаться и перестать голодать. Но, мне кажется, в этом его сила и какой-то ключ к победе. Продолжение следует...